добрый день друзья сегодня с вами очередной выпуск передачи родители мы поговорим об индивидуальном подходе каждому ребенку и о детях с инвалидностью в нашем сегодняшнем выпуске мы обсудим такие понятия как инклюзия и доступная среда и поговорим о том что должно сделать современное общество для того чтобы каждый ребенок смог реализовать себя хочу представить вам гостей нашей студии сегодня это максима динджоли уполномоченный по правам ребенка и директор фонда ашана и ранеза пация мама ранеза мактина конечно тема которую мы хотим сегодня осветить она очень обширная и пожалуй ответить на все вопросы за одну передачу у нас никак не получится но мы сфокусируемся на каких-то важных моментах которые общеприняты в мире и присутствуют у нас в абхазии и поэтому если позволите я бы хотелось чтобы максина в начале нашей передачи рассказала о том какие подходы к вопросам инвалидности есть в мире и у нас чем отличаются методы медицинского подхода и социального да очень хороший вопрос марта на самом деле понятие подходы к инвалидности не со временем с годами постоянно менялись во всем мире принято вот рассматривать в основном две модели это медицинская социальная модель вот если говорить о медицинской модели то она больше распространения получила после второй мировой войны медицинская модель она больше делает акцент на если говорить на на медицину именно на психологию и в данном подходе в данной модели больше ответственность ложится вот на самом человеке с инвалидностью или на его семью вот в данной ситуации под подход именно социальный он отодвигается но слава богу в последнее время как-то ситуация стала меняться и в обществе стали понимать благодаря проведенным различным исследованиям социальным опросом что необходим именно социальный подход социальная модель к инвалидности к понятию инвалидности социальная модель она признает и говорит о том что человек с инвалидностью это часть нашего общества из вся ответственность за него ложится не только на семью на близких на членов на самого человека на общество и в этом подходе самое главное говорится о правах самого человека с инвалидностью говорится о том что человек с инвалидностью он имеет Такие же права, как и любой гражданин, любой член общества. Он пользуется и политическими правами, социальными, культурными. На самом деле этот подход наиболее правильный, потому что в данном конкретном случае, если говорить о социальном подходе, то здесь от политики, скажем, именно финансовой помощи, оказываемой людям с инвалидностью, переход наблюдается к политике. Такого социального подхода, куда входит и медицинская помощь, медицинский подход и социальная помощь. То есть говорится... Грубо говоря, чуть расширяются рамки. Да, расширяются рамки. И самое главное, что признается, что человек является полноценной частью нашего общества и обладает такими же правами, как и каждый гражданин, как и каждая личность. То есть это очень важно. Вот если говорить на примере Абхазии, вот по моим наблюдениям у нас пока больше на медицинский подход, потому что когда мы говорим о людях с инвалидностью, в основном говорим о том, что им необходимо обследование, медицинская помощь, реабилитация. Больший акцент именно, наверное, на медицинской модели. Но в последнее время меня радует тот факт, что в обществе все-таки наблюдается понимание необходимости социализации людей с инвалидностью. Такие вопросы поднимаются различными общественными организациями, государственными реабилитационными центрами. Уже в наших центрах реабилитационных, которые находятся в разных районах нашей страны, занимаются вопросами социализации. Как бы работают с людьми с инвалидностью психологи, различные специалисты, педагоги, которые помогают и сопровождают человека, ребенка с инвалидностью для того, чтобы он смог безболезненно социализироваться. То есть то, что у нас уже в обществе есть это понимание, это безусловно радует, но хочется, чтобы для людей с инвалидностью, для их социализации, для того, чтобы люди с инвалидностью стали полноценными членами нашего общества, делалось больше. Я думаю, что все в наших руках. Ронеза, вы согласны с Мактиной, что есть какое-то, как она озвучила, позитивное движение в нашем обществе, и происходят какие-то трансформации, и меняются отношения? Да, полностью согласна, конечно же. И вот как раз-таки Мактина тут, я для себя даже выписала, медицинский аспект и социальный аспект. Это очень важно, не оставлять ребенка все время, понимающего, что он болен, что ему нужна медицинская помощь. Если нужно найти вот этот баланс, золотую серединку, когда ребенок может получать и медицинскую помощь, и в то же время очень плавно интегрировать в наше общество. И поэтому, ну, не знаю, как опыт остальных детей и родителей, но вот в нашей семье нам так посчастливилось. Мы очень удачно пошли в обычную школу, это третья средняя школа, где вот этот элемент социализации очень как бы... Может быть, понятно, что были какие-то трения, но достаточно плавно мы смогли влиться в общество. Однозначно сейчас очень этот вопрос, несмотря на ситуацию в Абхазии, что очень много разных вопросов, которые нуждаются в поддержке, все-таки в этой области тоже идут такие сподвижки, нам очень-очень приятно ощущать. И в плане социализации хочу сказать, что у нас люди очень добрые сами по себе, но порой они не знают, как правильно подойти к такому человеку, ребенку, неважно взрослому или маленькому, но с помощью, не знают, как правильно себя вести. И в этом отношении это здорово, что этот вопрос поднимается. И я так понимаю, что это даже не столько, не такая большая трата денег, средств, сколько именно вот такие человеческие вложения. Поэтому я думаю, что если медицинская сторона будет поддерживаться социальным компонентом, в принципе, наши граждане и маленькие взрослые с какими-то особенными потребностями смогут очень плавно интегрироваться. И не просто интегрироваться, а быть полезными нашему обществу. Ренеза, я бы хотела, вот вы сейчас озвучили, что ваш ребенок пошел в обычную школу. Я бы хотела сконцентрировать внимание наших зрителей, и Максима нам обязательно раскроет тоже этот момент. Вот это некий даже, мне хотелось бы, чтобы это был совет от вас, как вы смогли прийти к этому решению. И что бы вы посоветовали родителям, которые сейчас стоят перед таким вопросом. Я бы хотела, чтобы вы сейчас об этом поговорили. Спасибо за вопрос, потому что это тоже очень важно. Просто так, если ребенок растет, предположим, в домашних условиях, и потом резко, любой ребенок, даже без каких-то особенностей, попадает в общество, немножко теряется. Каждого молодого будущего члена нашего общества надо подготовить к переходу на более такой социальный уровень жизни. Поэтому мы, например, начинали с того, что мы на дошкольную подготовку, мы ходили в дом юношества. Дом юношества – это вообще кладезь, я считаю, для любой семьи, в который предстоит переход от вот такого домашнего уровня социализации к более высокому уровню. И поэтому я очень-очень благодарна всем сотрудникам Дома юношества за то, что они смогли раскрыть моего ребенка, раскрепостить. Потому что дети, особенно с особенностями, естественно, подвержены комплексам, своего рода комплексам. Иногда эти комплексы даже выливаются в такую агрессию, чтобы защитить себя. А здесь, будучи, значит, воспитанниками Дома юношества, настолько мы раскрепостились, что мы спокойно пошли в школу, в обычную школу. Конечно же, вначале дети очень рассматривали, для них было все это непонятно. Особенно мальчикам очень интересны были эти большие колеса. Выстраивалась очередь, кто будет катать ее на переменах. Иногда они даже слишком хулиганили. И поэтому я хочу сказать, что очень важно не бояться. Родители часто боятся опускать детей в эту среду, погружать их. Этого бояться нельзя, но это надо делать постепенно, систематично. Так, чтобы ребенок мог полностью себя в дальнейшем реализовать. Все свои плюсы. Так, чтобы и общество могло это заметить, отметить и даже получить, извлечь какую-то пользу. Поэтому мой совет – не бояться. Не бояться инклюзии. Да, и я бы хотела, пожалуй, еще добавить, что есть действительно исследование даже о том, что как раз-таки дети, они быстрее между собой начинают коммуницировать и лучше коммуницировать. У них нет в голове каких-то рамок, предрассудков относительно каких-то вопросов. И адаптация может пройти намного быстрее и легче. И то, о чем переживаем мы, взрослые, на самом деле может совершенно идти вразрез с реальностью. Поэтому действительно мы все рекомендуем, как и Ренеза сказала, не бояться. Это, пожалуй, самое важное. Но у Мактина, я уверена, что ситуация, она очень разнится. В зависимости от того, мы говорим о ребенке, который находится в селе или о ребенке, который растет в городе. Расскажи, пожалуйста, как у нас в Абхазии обстоят дела в селах и в городе тоже. Для начала я, наверное, вообще раскрою, что такое инклюзивное образование, понятие инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это современный подход к образованию, когда в обычной средней школе создаются условия для того, чтобы здоровые дети учились вместе с детьми с инвалидностью. То есть здесь, если говорить об инклюзивном образовании, в основном больше всего приходят на ум в первую очередь дети на инвалидных колясках, дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Но инвалидность, она же бывает разная, не только физическая, но и ментальная. Извини, можно, не забегая вперед, если мы говорим о инвалидности, которая связана с опорно-двигательной системой. И вот сегодня в сухумевских школах, какой процент школ принимает, готов принять, насколько все там адаптировано и возможно, а потом уже перейдем к продолжению. Хорошо. Если говорить о детях с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, в основном, что им необходимо для того, чтобы они ходили в детский сад, в школу, им необходима доступная среда. На сегодняшний день в республике хотелось бы больше, конечно, в позитивном ключе об этом рассказать, но, к сожалению, ситуация не очень. Правильно я рассказал в реальном ключе? Да, лучше. Да, расскажу, как на самом деле дела обстоят в реальности. У нас по всей республике доступная среда для детей с инвалидностью, для детей, которые на инвалидных колясках используют различные технические средства реабилитации. Есть только в школах города Сухом. Это вот третья городская школа, куда ходит вот дочь Ронезы. И коррекционная школа города Сухом, вспомогательной школой ее называют, куда ходят дети с различной инвалидностью. Вот, а также есть школы, в которых наблюдается стихийная инклюзия. То есть доступной среды нет, но руководство школы идет навстречу и создает такие условия, чтобы ребенок с инвалидностью мог посещать школу. В основном это, если нет доступной среды, если нет пандусов, то родители сами переносят своих детей до класса, или же с ними приезжает человек. Мы можем тогда в таком случае констатировать, что у нас нет системного подхода. То есть городские школы не обустроены. К сожалению, да, это ситуация более или менее положительная. Это в столице, в городе Сухом, а в районных и других городских школах, к сожалению, нет доступной среды. Если есть случаи, когда ребенок с инвалидностью посещает школу, это в основном там по той причине, что руководство идет навстречу, и у родителей самого ребенка есть возможность его привозить и каким-то образом помогать своему ребенку дойти до своего класса, чтобы он мог обучаться со своими сверстниками. Хотела добавить, вот я услышала по поводу школ, где стихийная инклюзия имеет место быть. В основном, опять-таки, сейчас, если брать пример детей с ограниченной физической способностью передвигаться, хочу сказать на своем примере, что в третьей школе учитель физкультуры на руках носил налу на второй этаж в спортзал. Потому что мы изначально думали, что да, все остальные предметы мы сможем освоить, а вот физра, понятное дело, что как бы она у нас выпадает. Но учитель доказал, что это не так. И вот это была его инициатива до недавнего времени. Значит, на руках поднимал, потом на руках коляску, и они занимались баскетболом. И у Налы, в принципе, она вначале считала, что у нее это не получается, она очень конфузилась. То есть затем тихо-тихо она стала забивать в кольцо, в обычное причем кольцо для нормального роста детей. И в данном случае, я хочу сказать, энтузиазм тоже большой. Человеческий фактор, отдельные победы. И этот ребенок еще больше поверил в свои силы. Не только интеллектуальные, но и физические. Так что это вот как бы подтверждение слов Мактины. Рунезе, я тоже добавлю к тому, что вы сказали. Вот человеческий фактор, конечно, имеет очень большое значение. Вот если говорить, я знаю о случаях тоже стихийной инклюзии в 4-й городской школе. Вот недавно я посещала 14-ю школу тоже города Сухум. И там нет всех условий для детей с инвалидностью. Но я знаю, что два ребенка точно посещают 14-ю школу. То есть преподаватель, к сожалению, имя сейчас не помню. Но она, как бы не имея какого-то специального образования по работе с такими детьми, с особыми потребностями, она сама изучает литературу, смотрит различные видеоролики и готовит методический план обучения индивидуально под каждого ребенка. То есть такие люди, энтузиасты, заинтересованы в каждом ребенке вне зависимости от того, какие у него способности, есть у него инвалидность или нет. Такие люди всегда вдохновляют. Я уверена, что таких примеров в Абхазии немало, но, к сожалению, каждый частный случай мы не знаем. Мака, мы сейчас смогли немного поговорить о том, что связано с доступностью среды для, допустим, сухумских школьников. Но мы все понимаем, что это только, скажем так, верхушка айсберга. И если можешь, раскрою, пожалуйста, вообще, в принципе, тему инклюзивного образования и что еще подразумевает эта система, эта концепция и какие у нас есть, скажем так, продвижения в этом направлении. Хорошо, Марта. А вот само понятие инклюзивное образование, оно очень обширное, широкое и в таком, как сказать, если брать широко и обширно, инклюзивного образования, можно сказать, что в Абхазии в целом нет. Но есть частные случаи, где, как мы сказали, уже выше успешно обучаются дети с инвалидностью вообще в образовательных школах, но это случаи частные. И когда мы говорим об инклюзивном образовании, то здесь, как бы, речь идет не только о доступной среде для детей, которые используют различные технические средства реабилитации, но здесь еще встает вопрос преподавателей, которые специально должны быть обучены для преподавания ребенку с различными нарушениями, с различной степенью инвалидности. Ведь инвалидность бывает разная, бывает не только физическая, но дети бывают с различными ментальными особенностями, и для их обучения нужен особый подход. В школах, где есть инклюзивное образование, в мире очень много примеров, где специально обучены преподаватели, тьютеры, а также помимо преподавателей доступной среды, также необходима специальная методика преподавания тем или иным детям с особыми потребностями. К сожалению, у нас в стране нет, насколько я знаю, ни в одной общеобразовательной школе специально обученного педагога для работы с детьми с различными ментальными нарушениями, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ну, естественно, на уровне государства, на уровне Министерства просвещения есть понимание необходимости, уже думают в этом направлении, но необходимы, конечно же, определенные финансовые вложения, и данные вопросы, если говорить о государственных, общеобразовательных школах, необходимо решать системно на государственном уровне. Такое понимание есть, и каким-то частным образом есть положительные сподвижки, как мы уже выше сказали, но хочется, чтобы в этом направлении делалось больше, и вот понимание необходимости введения инклюзивного образования в школах все-таки хотелось бы поднять это понимание на уровень, на несколько уровней выше. И я очень часто говорю, что моя мечта хотя бы для начала, чтобы в каждом районе нашей республики была хотя бы одна школа, где есть инклюзивное образование в широком смысле этого слова, где есть и доступная среда, и преподаватели, и специальная методика преподавания. Я надеюсь, что у меня чаще всего мечты сбываются, надеюсь, что и это случится. Давай скажем, это будет цель и задача. У нее есть маленькие подзадачи, и пошаговые, я думаю, что все решаемо, тем более, что, как ты озвучила, есть понимание. Есть понимание, и то есть факт, что мы сегодня об этом говорим, мы говорим о плюсах и о минусах, и о проблемах, это, наверное, тоже неплохо, и наши зрители, в свою очередь, тоже каждый на своем уровне и со своей проблемой будет думать об этом, а это уже немаловажно, и я думаю, что, Максим, ты всегда будешь находить поддержку в тех вопросах, которые будешь ставить перед обществом и государством. Да, Марта, вот еще хотелось бы раскрыть одну тему, я думаю, что Ронеза добавит на своем примере. Тут очень важно сказать, что вообще инклюзивное образование, тут ответственность не только государства, учителей, но тут очень многое зависит и от родителей, и здоровых детей, которые посещают общеобразовательную школу. К сожалению, есть примеры, когда дети с инвалидностью поступают в школу, начинают ходить в определенный класс, и слышим такие разговоры, что родители здоровых детей не хотят, чтобы ребенок с инвалидностью учился с ними в одном классе. На самом деле это абсурд, потому что детям свойственно принятие, как ты уже сказала выше, дети обычно стирают эти границы, барьеры, и когда они совместно обучаются, они начинают понимать, что это такой же ребенок, такой же сверстник, как и все остальные здоровые дети, с такими же интересами, потребностями. Но когда взрослый человек начинает вести себя неправильно, и, к сожалению, не понимает важность социализации этого ребенка, к сожалению, дети начинают перенимать модель поведения взрослых. И это очень большая беда, если меня сейчас слышат родители, которые думают, что ребенок с инвалидностью не должен учиться с их ребенком здоровым в одном классе, и это как-то может повлиять на их ребенка, это ошибочное представление. На самом деле это наоборот. Ребенок вырастет гуманным, у него будет восприятие мира совершенно другим, и он будет понимать, что все люди в мире на самом деле одинаковы, что у них есть такие же права, как и у всех остальных, что каждый человек имеет право быть полноценным членом общества. В общем, дело в том, что, конечно же, большую роль играют взрослые. Взрослые все-таки формируют определенные взгляды своих детей. Если, например, иногда вроде взрослому кажется правильный посыл, он, например, мама говорит, ой, посмотри, бедный ребенок, жалко, не трогай. То есть вроде она сказала правильно все, а с другой стороны она дала определенный посыл, вот как бы барьер поставила. Его жалко. Да, вот его жалко. Дело в том, что как мать ребенка с особенными потребностями, хочу сказать, что мы не хотим жалости, мы хотим понимания. И в этом плане, конечно, большую роль играют родители. Родители все, как и родители детей абсолютно без каких-либо ограничений, так и родители детей с определенными физическими ограничениями и особенностями. Поэтому я думаю, что эта работа именно должна правильно проделываться, может быть, даже сообща, всеми родителями. Потому что очень часто, например, мы, родители, тоже как бы стараемся... Например, не так часто увидишь детей или взрослых на коляске или с определенными средствами реабилитации, с подручными, да? Не потому что их нет у нас в обществе, а потому что родители немножко смущены, стесняются того, что вот, наверное, так. И поэтому эти дети в основном, да, и без того изолированы еще в дополнение к своим ограничениям, еще мы их вообще полностью изолируем от общества. А потом, конечно же, и ребенок не в состоянии социализироваться в обществе, и общество не знает просто такого ребенка и не знает точно, как с ним надо обращаться. И поэтому мы, родители, например, элементарно, я вот часто привожу такой пример. Ну, моя девочка активная, поэтому вот, например, она с подружкой идет гулять, но так как у нас дороги, сами знаете, какие, значит, я довожу их до берега, а потом происходит такая картина, открываю багажник, я должна вытащить коляску, разложить на берегу, народ праздный, просто гуляет, и вдруг я, значит... И вот элементарно, когда молодые люди проходят, спрашивают, вам нужна помощь, да? Да. Что делаю я? Да. Я говорю, спасибо, все хорошо. Сильная независимая. Да, и таким образом, да, может, пока у меня еще физически я в состоянии, но я не дала возможность этому человеку, который, в принципе, тоже набрался храбрости для того, чтобы пойти, ведь ему тоже незнакомо, каким образом он может мне помочь. И тут я отрубила. Или иногда бывает так, что вот ты пытаешься не смотреть. Ведь люди иногда язык жестов очень многое передает, и вот как бы стараешься как бы не встречаться взглядом с людьми, а ведь очень часто люди понимают без слов, да не только люди, да, в мире сколько примеров, твой посыл, а когда ты сам закрываешься, то есть вот ты несешь эту коляску, и то есть ты стараешься туда, чтобы типа меня не видно, и вообще меня здесь нет. Я в домике. Да. И это неправильный посыл и родителей, и детей. То есть мы должны быть более открытыми. Если мы хотим от общества открытости, в первую очередь мы сами, родители, должны быть более открытыми, более доброжелательными, потому что, например, очень часто, получается, мы в школу, когда едем, там у нас есть проезд, вот именно у центрального входа есть проезд с трассы, где мы можем на коляске подняться, но очень часто там стоят машины, паркуются, они же не виноваты, что мы на коляске. Да, нам очень сложно, мы под дождем, под снегом бываем, еле добраться бы, да, до какой-нибудь крыши, и тут стоит машина. Ну, он же не виноват. Если я с агрессией буду относиться к этому человеку, он никогда не сможет почерпнуть для себя урок добра. Я прошу, можно будет немножечко машину передвинуть. Человек понимает абсолютно без проблем, и он в следующий раз не поставит там машину. И у него остался такой, как бы, осадочек приятный, а не вот такой вот агрессии. Вот я со своими проблемами. Нет. Поэтому коммуницировать должны как родители обычных детей, так и родители детей, скажем, с особыми потребностями. Еще хотелось сказать про уровень. Вот Мактина сказала, на самом деле эта инклюзия, она подразумевает, как бы, очень много чего. Но хочу сказать, что на сегодняшний день, вот, получается так, что если есть доступная среда, то получается какая-то форма инклюзии, такая базовая форма инклюзии. То есть человек с ограниченными возможностями передвижения может добраться до образовательного учреждения. А дальше, наблюдая сама, да, если у ребенка есть только проблемы с передвижением, но речь поставлена хорошо, его воспринимают. И поэтому я думаю, что в таком случае родители не настолько насторожены, родители других детей, а вот когда речь идет об инклюзии, где у ребенка нарушена речь, ему нужен тютер, то, конечно же, я пытаюсь понять обычных родителей, обычных детей, они тоже понимают, что инклюзию как кашу из топора не сваришь, так и инклюзия предполагает определенное тютерство, да. Если есть ребенок, у которого особые потребности не только в передвижении, но и в том, как он будет в дальнейшем целый день находиться в обществе, то, конечно же, опасения таких родителей, они, наверное, тоже не беспочвенны. И нам вот от базового уровня, отталкиваясь, надо дальше, на следующий уровень, когда мы сможем привлечь, как Мактина сказала, и специалистов, специально обученных тютеров, и какую-то программу внедрить в школы. Это может быть не все школы, но хотя бы какие-то один-два учреждения, которые мы могли бы на вот каждом уровне, на уровне, скажем, начального образования или дошкольного даже, тихо-тихо вести таких детей. Мы все должны действительно это понимать, что не всегда речь идет о больших средствах, о больших деньгах. Как правило, это еще и именно усилие, желание, настрой и понимание. Да, конечно же. Например, вот опять-таки на своем примере хочу сказать, что иногда эти центры, они играют очень важную роль, но вот в повседневной жизни очень важно, чтобы даже вот как бы учащийся, с учащимся, да, peer-to-peer, то, что называется в инклюзии, да, когда они между собой гораздо на более доступном уровне могут общаться и поддерживать друг друга, и какие-то вещи, значит, черпать друг от друга, нежели в каком-то вот учреждении и так далее. Поэтому, когда мы говорим об усилиях, конечно, речь идет о человеческих каких-то вот усилиях. Это очень важно. И это очень-очень ощутимо. А если говорить о доступной среде вообще на территории нашей республики, то тут важно отметить усилия Ассоциации инвасодействий, лично Алхаса Тхагушева, потому что я знаю, что благодаря ему очень много объектов социальной значимости стали доступными. Это если речь идет о Сабесе, территория набережды, вот в районе, где знаменитый ресторан Нарда, вот эта территория тоже с недавних пор стала доступной для людей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Также благодаря ему там усилиям других единомышленников были организованы приставные пандусы в наших сейчас популярных кофейнях, такие как Бригандина, Тейк Кофе. Насколько я знаю, более 10 объектов социальной значимости стали доступны благодаря таким неравнодушным людям, которым небезразлично вообще судьба людей с инвалидностью стала доступной. Об этом очень важно говорить. И надеюсь, что деятельность Ассоциации инвасодействия в этом направлении будет продолжена, и на государственном уровне тоже будут обращать больше внимания, чтобы те новые объекты, которые будут строиться в будущем, чтобы предусматривалась возможность доступности, и не просто номинально, чтобы можно было фактически пользоваться. Потому что наблюдаем такие случаи, когда в заново отстраивающихся зданиях есть пандус, но он под таким наклоном, что им пользоваться невозможно. Поэтому, чтобы они привлекали специалистов, возможно, тоже Ассоциацию инвасодействия, чтобы они давали им технические требования к доступности среды. Мы продолжаем. Хочу вам представить новых гостей нашей студии. Это менеджер социальной программы организации World Vision Рита Басария. Здравствуйте. И Милана Аджба. Милана – директор благотворительного центра «Мы вместе». Добро пожаловать в студию. Рита, расскажите, пожалуйста, какие программы World Vision осуществляет в Абхазии для детей с ограниченными возможностями здоровья? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что деятельность международной организации World Vision направлена на повышение благополучия детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Это, прежде всего, доступ ко всем социальным услугам, это доступ к системам здравоохранения, образования, это поддержка детей, которые переживают тяжелый стресс даже у себя в семье, в том обществе, в котором они находятся, и, конечно же, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть семей, в которых оказались такие дети. Но World Vision обратил внимание на эту проблему еще в далеком 2008 году, когда появилась первая заявка на поддержку таких детей, и мы получили ее из районных центров. И, конечно, скажу откровенно, что начало проекта было довольно-таки сложным, потому что к тому моменту у нас не было ни базы данных таких детей, ни списков детей, где они проживают, какие программы существуют, которые нацелены на поддержку таких детей, и таких проблем не существовало в этот период. У нас были проблемы с родителями, которые отказывались сотрудничать, потому что они скрывали своих детей. Общество было стигматизировано, общество было не готово интегрировать таких детей, и вообще, по сути, людей с ограниченными возможностями здоровья в свое общество. Поэтому, конечно, нам предстояла очень большая работа, и для того, чтобы мы поняли вообще, с каким объемом и масштабом работ мы можем столкнуться, конечно, нам пришлось привлечь очень много разных структур. Мы работали с администрациями районов и с администрациями сел, мы работали с медсестрами первичного медицинского звена. Благо, дело, на тот период мы осуществляли проект по охране здоровья матери и ребенка, по которому мы восстанавливали работу амбулаторий и медицинских пунктов во всех районах Абхазии. Поэтому мы взаимодействовали очень тесно с медсестрами, и через них мы и получили списки этих детей. Проект мы все-таки начали начать в восточной части Абхазии, это в Гале, Чемчире и Тварчале. И в этих трех районах по спискам у нас получалось порядка 300 детей. И, конечно, это было абсолютно очевидно, что нам нужно двигаться в этом направлении. Конечно, мы понимали, что нам нужно внедрять какие-то современные мировые практики. И потому как эта тема была новой не только для Абхазии, но в том числе и для нас, нам пришлось очень много заниматься этой проблемой. Мы создали эти центры в трех городах Абхазии, мы сделали ремонтные работы, создали физическую инфраструктуру, мы оснастили инвентарем, необходимым для работы с этими детьми, все эти центры, и начали обучение персонала. Прежде всего, мы повезли весь персонал и специалистов этих трех центров в Армению, в которые, конечно, они очень далеко вперед шагнули в решении этой проблемы. И там мы встретились с такими же центрами, которые работают на территории Армении, и сумели перенять опыт работы этих центров. Это был, конечно, бесценный опыт, и оттуда мы приехали с четким пониманием, что нам нужно переходить от медицинского подхода к социальному. Социальный подход в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, он предполагает развитие коммуникативных и жизненных навыков, которые способны будут развить у детей такие навыки, которые в будущем помогут им адаптироваться в среде и вести самостоятельный образ жизни. Мы привлекали очень много международных экспертов, которые приезжали, работали точечно с различными специалистами этих центров. И в результате мы получили такие центры в трех районах Абхазии, которые могли дать весь спектр услуг для этих детей, чтобы они могли интегрироваться в общество. Я хочу сказать, что, конечно, очень большая работа была проделана с родителями, потому что именно этот сегмент оказался очень тяжелым для работы, потому что родители отказываются принять, что у их детей есть какие-то проблемы. Они не хотят их возить в такие центры, потому что они не хотят, чтобы их там видели. Поэтому, конечно, психологи на местах и весь персонал этих центров, они очень много работали с родителями. В результате мы сумели как бы переломить ситуацию и, можно сказать, изменить мышление и родителей, и общество, и отношение к этим детям. Потому что, по сути, эти дети имеют все те же права, которые имеют обычные дети, которые проживают в любом обществе. Эти дети имеют право на счастливое детство, эти дети имеют право на общение, эти дети имеют право ходить в школу. И, конечно же, нашим основным устремлением всех этих центров была социальная инклюзия этих детей. В результате всех этих усилий у нас за все эти годы порядка 50 детей сумели пойти в общеобразовательную школу и как-то справиться с программами средних школ. специалисты и руководство этих центров на протяжении всех этих лет, которые мы их поддерживали, мы пытались лоббировать передачу этих центров в государственные структуры Абхазии. Потому что проект заканчивался, естественно, мы не хотели, чтобы эти центры оказались недееспособными более. Но на это, конечно, у нас ушло очень много времени. И вот с октября 2018 года государство все-таки услышало о проблемах этих детей, услышало, подошло с пониманием к тому, что на самом деле наше общество должно быть инклюзивным. И с 2018 года государство взяло на финансирование все эти три центра. На сегодняшний день два из этих трех центров, Гальский и Творчайский, они находятся на полном обеспечении районных администраций. И очень надеемся, что Ачимчирская администрация также изыщет возможности, чтобы хотя бы включить их в финансирование хотя бы с 2023 года. Хочу сказать, что идея инклюзивного общества, она, конечно, очень актуальна на сегодняшний день. Естественно, что все развитые государства и те, которые стремятся вообще к какому-то уровню развития, они уделяют большое внимание этой проблеме. Но для решения этой проблемы очень много, конечно, вопросов, которые нам надо будет решать, включая и на законодательном уровне. И хочу сказать, что вот в настоящее время мы сотрудничаем, конечно, с очень многими организациями. Мы сотрудничаем и с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, с благотворительными фондами, и с ассоциацией инвассодействия. И, в принципе, мы все нацелены на то, чтобы права этих детей здесь, в Абхазии, были защищены. И для того, чтобы мы поняли, что вместе мы, конечно, сможем очень многое. Спасибо, Рита. Сейчас мы бы хотели, чтобы Милана тоже рассказала нашим зрителям о том, чем занимается ее благотворительный центр, и как вообще он возник, как у нее возникла эта идея. И мы бы очень хотели, чтобы Милана с нами поделилась этой информацией. В нашем благотворительном центре проходят реабилитацию люди с ограниченными возможностями. Мы пытаемся их социально интегрировать в общество. Они проходят курс лечения, лечебной физкультуры, массажа, психолога. У нас они занимаются с дефектологом также. Чтобы социально интегрировать, им нужно самостоятельно передвигаться, и в этом им помогает лечебная физкультура и массаж. Милана, как у тебя возникла идея, что такой центр вообще должен быть, и что ты, это вот именно твое детище, и ты должна этим заниматься? Ну, так как я сама с ограниченными возможностями и всю жизнь находилась в реабилитационных центрах, конечно, я понимала, что такой центр необходим, так как в Гагринском районе не было реабилитационных центров. По статистике в Гагринском районе 285 человек с ограниченными возможностями, и выезжать они все не могли, так как возможностей у родителей не было. И поэтому проект был изначально по перераспределению технических средств реабилитации, тех, кому они не нужны, тем, кому они необходимы. Но мы переделали на реабилитационный центр. Ну, в рамках нашей передачи мы уже смогли коснуться вопросов инклюзивного образования, адаптивной среды, но хотелось бы еще обсудить с вами, насколько хорошо или, возможно, плохо обстоят дела с вовлечением людей с ограниченными возможностями здоровья в какие-то вопросы, связанные с трудоустройством. Вот как они могли бы себя реализовать, где, есть ли у них здесь в Абхазии такая возможность, и что делается в этом направлении? Ну, на самом деле, это одна из самых сложных проблем, с которыми мы сталкивались все эти годы, и мы постоянно об этом думали. Потому что вот в этих центрах, о которых я говорила, там обслуживаются дети до 18 лет, и получается, что по достижению 18 лет они выходят из центра, они оказываются один на один со своими проблемами, и, по сути, им некуда больше обратиться. Потому что у нас нет такой практики брать на работу детей с особыми нуждами. У нас для этого не подготовлена среда. Поэтому для того, чтобы решать вопросы трудоустройства, конечно, нам надо начинать с более таких вот важных вопросов, подготовительных, которые помогли бы этому процессу. Но, тем не менее, мы не складываем руки, мы стараемся что-то делать. И у нас есть проекты, которые направлены на профориентацию для людей, достигших 18-летнего возраста, и которые вышли из стен этих центров. И мы пытаемся передать им какие-то навыки, которые могли бы им пригодиться для дальнейшего трудоустройства. Вот совершенно недавно мы завершили проект по профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вышли из наших центров. И это были люди, которые обучались, допустим, там, парикмахерскому мастерству, жестяным работам, столярным работам. И так получилось, что в процессе обучения те специалисты, которые их обучали, они решили оставить этих людей у себя на предприятии. И, конечно же, самой высшей ступенью развития любого общества является присутствие законодательства, которое может даже и обязывает и предприятия, и организации создавать квоты для трудоустройства таких людей в обмен на какие-то налоговые послабления. И, конечно, мы все должны к этому стремиться. И я очень надеюсь, что когда-нибудь в Абхазии мы придем к этому. Потому что этих людей выбрасывать из общества никак нельзя. Потому что это такие же граждане Абхазии, которые в результате таких вот интервенций могли бы стать самодостаточными гражданами, которые приносили бы пользу обществу, и они не обременяли бы государство. Потому что чем больше людей, которые не могут себе помочь и недееспособны, тем больше затрат несет государство на их содержание. И мы надеемся, что мы сможем в этом направлении продвигаться и дальше. И мы будем очень стараться, чтобы было как можно больше проектов. И я хочу сказать, что вот такая заявка, она поступает практически со всех районов. Вот все центры, которые занимаются с детьми такой категории, они, как правило, обращаются с просьбой имплементировать именно такие проекты, которые могли бы обеспечить их в дальнейшем, после достижения 18-летнего возраста. И чтобы этим людям можно было бы передать какие-то профессиональные навыки. Милана, ну, мне кажется, в этом плане ты тоже можешь с нами поделиться своим личным опытом, потому что ты тоже пример человека, который сам из детского центра, достигнув определенного возраста, трудоустроенно. И расскажи нам, как это произошло. Ну, во-первых, все зависит от родителей. Они должны поддерживать ребенка с ограниченными возможностями, потому что, ну, многие родители закрывают их дома, кто-то стесняется. Мои родители отправили меня в школу, у нас не стоял вопрос, что пойду я в школу или нет. У меня есть младший брат, который со мной в одной школе учился, он помогал мне. И не было проблем в обучении. Потом уже, естественно, совместно с обучением мы проходили реабилитацию, мы выезжали, так как здесь не было центров. Потом открылся Сухумский республиканский центр, я проходила там курс лечения. И вот родители во всем меня поддерживали. Естественно, ребенок сам тоже должен ходить. Ну, если после школы ребенок сам не захочет пройти там реабилитацию или социально интегрироваться, это будет очень сложно для родителей заставлять постоянно. Да, когда он маленький, он не понимает, но потом уже он должен осознанно сам к этому прийти. И нужно найти реабилитологов, которые подходят себе. Потом уже они стали вот как друзья, мы совместно начали писать проекты, и сейчас они уже работают со мной в центре, я им доверяю, поэтому сейчас дети проходят реабилитацию с реабилитологами, с которыми занимаюсь я. Это здорово. У нас в Абхазии острая нехватка специалистов. Например, у нас в Цандрипше работают специалисты, которые приезжают с Ачимчиры, с Сухума. На местах у нас несколько специалистов. Это психолог, там массажист. У нас тоже волонтер обучается, и он уже занимается с такими детками. Но опять же он приезжает из Сухума в Цандрипше, занимается с детками, но, конечно, под руководством методиста, реабилитолога. Как я понимаю, ты хочешь озвучить такую проблему, что вы сталкиваетесь с нехваткой кадров. Вот действительно это сложный вопрос. Я не знаю, можно ли здесь в Абхазии где-то вот куда-то обратиться, и там сидят готовые кадры, готовые специалисты. Рита, наверное, такого нету, да? Нет, к сожалению, у нас, конечно, и качество отследить некому. У нас нету экспертных таких вот сообществ, которые могли бы оценить качество предоставляемых услуг. Мы на своем уровне привлекали международных экспертов, которые работали с психологами, с логопедами для того, чтобы они могли предоставлять качественные услуги. Но опять-таки внутри страны мы не имеем такого механизма, который мог бы нам гарантировать действительно высокое качество того или иного специалиста. Мы оценить качество не можем. Вот ты со своим жизненным опытом, что бы могла посоветовать тем, кто сегодня нас смотрит и которые тоже в похожей жизненной ситуации? Ну, в первую очередь я родителям хочу сказать, чтобы они вот этой сверхопекой, наоборот, не мешали детям, потому что они считают, что общество не примет моего ребенка, там, в школе будут издеваться, возможно, там, я не знаю, ну, детям я могу посоветовать только то, чтобы они не боялись ничего, шли вперед, и поддержка будет рядом, если они сами этого захотят. Очень правильный посыл, правда? Да, это правда. Здорово. Я просто хочу сказать, что в этом направлении, конечно, нужно развивать просветительскую работу у нас в Абхазии, потому что общество на самом деле не знает, что это за вызов, и поэтому оно должно понимать, что происходит рядом с ними. Если мы не будем говорить об этой проблеме, и не будем озвучивать, и не будем менять мышление нашего населения, конечно, мы ничего не достигнем. Люди самостоятельно справиться с этим не смогут. Ну, и естественно, что и государство должно обратить внимание на эту проблему. Нужны и государственные программы. Это хорошо, что существуют эти общественные организации и проекты международные, но государство в первую очередь должно заботиться об этой категории населения. И если государство сегодня поддержит этих людей, то завтра оно будет иметь нормальных граждан своей страны, и общество будет к ним относиться с таким же уважением, как к любому другому гражданину. Ну, это наша и задача нашей передачи, наверное, сегодня в том числе сказать людям о том, что не должно быть никаких ограничений, рамок, разделений. То есть, что и в принципе подразумевает собой социальный подход, и в чем его основное отличие, то, что мы все равны, и у нас есть равные возможности. Ну что ж, спасибо вам, спасибо, что вы нашли время, и сегодня мы имели возможность обсудить эти важные, актуальные вопросы, которые стоят сегодня перед нашим обществом. Я очень надеюсь, что сегодняшняя передача была интересной и важной, и откликнулась в ваших сердцах. Ну, а мы прощаемся. До новых встреч!